Будущее городского парка на улице Сосина активно обсуждается не только в кабинетах и коридорах городской администрации. Предварительные проекты, вынесенные на общественное слушание по этому вопросу, местных жителей не удовлетворили. Слово «реконструкция» вызывает в них резкое отторжение. Реконструкция, она, так я поняла, подразумевает вложения, глобальные изменения, вырубки и что-то там строительство. Здесь нужно преобразование и помощь парку. Местные жители предлагают лишь поменять наружное освещение на современное, сделать так, чтобы в темное время суток была освещена вся территория парка, а не только центральные дорожки, а еще установить антивандальные лавочки. Привести парк к тому самому виду, который задумывался архитекторами в середине 20 века, когда город только строился. Одна, значит, их доводов, что надо реконструкция, что парк старый, что деревья старые. Я звонила экологам в Нижний, в Москву. Они сказали, у вас такая мощная биосистема, она экологически уже уравновешенная. Как показала встреча местных активистов с администрацией парка, цели у них схожие. Действительно, старые цветовые опоры необходимо заменить на новые, улучшить качество покрытия аллеи и тропинок, установить детские площадки, чтобы парк начал оправдывать свое название. В процессе диалога нашлось место и для обсуждения своевременной уборки территории. Валежник вы должны были убирать, лесники должны были следить. Два года назад, когда я обратилась, когда в газетах было на все камеры, тут же, через две недели, вы привели парк в порядок. Ему нужна только помощь. Несмотря на повышенный тон разговора, встречи местных жителей, представители Департамента градостроительства города и дирекции парка принесла свои плоды. Все предложения, которые были высказаны, зафиксированы и приняты к сведению. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.